Не секрет, что Татфонбанк являлся довольно-таки крупным банком, входил в топ 46 банков Российской Федерации. Однако после, к сожалению, такой совсем нехороший, кстати, в газете «Коммерсант», в журнале «Коммерсант» пошел массовый отток, это был 7 декабря, массовый отток налички, и банк начал испытывать трудности с ликвидностью, и 15 декабря регулятор ввел мораторий. Татфонбанк и Техбанк 27 декабря. И оперативно, значит, создает антикризисный штаб, вот, как он здесь его возглавил при президенте, да, то есть мы регулярно собирались, встречали, проводили консультации, выделялся 1 миллиард рублей для поддержки нас, бизнесменов, и АСВ параллельно физлицам, пострадавшим в результате деятельности этих банков, выдало около 56 миллиардов рублей в рамках страхования, до 1 миллиона 400 каждый получил. Но, к сожалению, 3-го числа имело место быть отдых лицензии у этих двух банков. 11 апреля... Я прошу прощения, Ильдар, мы, к сожалению, все очень хорошо знаем эту ситуацию. Конкретно ваше предложение? Мы в Челнах имеем очень хороший опыт при поддержке мэра Нелли Гамбарыча. Наша инициативная группа регулярно проводит плотно встречи, и этот опыт в Челнах, а именно регулярных встреч с руководством города по поддержке по линии ТПП, то есть они предоставлены на помещение, мы регулярно там консультируем людей. Баннеры, которые у нас в городе различные, рекламируют, что есть инициативная группа, люди звонят, приходят, и бегущая строка запущена в Челнах. И вот этот опыт мы хотели спроецировать и в Нижнекамске, в Казани, в других регионах, в других районах. Нет, этот опыт уже не является опытом. Это практика, которая практически во всех городах, и в том числе в Нижнекамске, безусловно. Мы думаем, что вы какие-то более конкретные шаги...